Феерическая победа наших гимнасток. Россиянка Арина Аверина завоевала первое место в индивидуальном многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Соревнования завершились сегодня в испанской Гвадалахаре. Второе место заняла ее родная сестра Дина Аверина. Третья – представительница Беларуси Екатерина Галкина. А накануне золото принесла и вся наша сборная по художественной гимнастике. В групповых упражнениях Россия выиграла у ближайших соперниц – украинок – более чем 10 баллов. Это огромное преимущество. О спорте и красоте из Испании. Ася Емельянова. Президент Европейского гимнастического союза напутствует гимнасток перед выходом на подиум. Гимн допеть можно и сразу спускаться. На поцелуи и фотографии нет времени. Четыре награждения подряд. Очень легкая работа сегодня у человека, который ставит гимн. Только российский. Вот они все по очереди на пьедестале почёта. Это Лала Крамаренко, 13 лет. Это Даша Трубникова, 15. Полина Шматко, 15. И снова Лала. Действительно организатором на этом чемпионате просто. Не перепутаешь, кого награждать и чей гимн ставить. Сколько у вас на троих медалей? У тебя за что? У меня за булавы. Я за мяч и ленту. У меня сеть за область. Из четырёх. То есть никому шансов вообще не было? Ни у кого? Нет. Задачи такие были? Всё, всё, всё. По-другому быть не может. По-другому быть не может. Россия всегда должна быть первой. А ведь эти четыре медали только за сегодня. А накануне за групповое и командное многоборье. Вот они, юниорки опять на подиуме, но уже вместе со взрослыми. С нашей шестёркой. Это специальная медаль чемпионата Европы. В копилку идут баллы всей сборной. Зарабатывали вместе и гимн поют все вместе. А капелла, когда заканчивается музыка. А чемпионат в договоре, олимпийская медаль. И как только Ирины Винер на всех хватает. Она на каждой тренировке, пока разогреваются, в коридоре. Глаз не спускает с девочек, пока с ними работает психолог. Помогает убрать ненужный страх и волнение. Главный тренер помогает держать адреналин перед выходом. Каждую гимнастку Ирина Винер лично провожает на ковёр и благословляет. Шесть раз за услышку гимна России. На кону ещё три медали. И самое зерночное в личном договоре. Сёстры уверены. Все очень надеются, что в спор между Диной и Ариной никто не посмеет мешаться. Зрителям непросто их различать. А уж как жюри мучается всякий раз, когда дело доходит до оценок. Гибкие, талантливые, артистичные. Но Дине лучше даются обруч и булавы. А Рине мяч и лента. На двоих у них уже 15 золотых, 8 серебряных медалей. Чемпионата мира и Европы. По сути, любое соревнование с их участием теперь семейная драма. Кто сильнее? Но они не конкурентки. Сестра за сестру так переживают, что давно договорились. Выступления друг друга смотреть не будут. Но на тренировках, это видно, приглядывают друг за другом. Вот одна растягивается и смотрит, куда у сестры обруч улетел. 8 выступлений на двоих. 4 предмета, 4 спектакля, 4 смены купальника. А золото всего одно. И есть ещё израильтянка, которая в последнем сезоне на ковре творит чудеса. Крутит обруч на носу. Есть белоруска, которая до последнего держала в напряжении всю команду. Лидировала после трёх предметов. А потом случилось то, что бывает только на соревнованиях. Наши сёстры выступили. На ковер выходит претендентка на победу Халкина Катерина. И зависает система подсчёта голосов. Вот Дина и Арина бегут в зал, чтобы своими глазами увидеть, как на первую строчку поднимают фамилию Аверина. Ты не знала, тебя на первое или на второе? Да, я не знала. И потом, когда я узнала, я была очень рада. За сестру обидно? За сестру нет, она второе место. К этому они уже привыкли. Кто-то из них двоих всегда проигрывает. Своей родной сестре. У Дины второе место. И главный тренер, конечно, сначала утешает серебряную чемпионку. И только потом обнимает Арину. Это соревнования, чемпионат Европы. Конечно, конкуренция. Вы когда-то мне вначале спросили, боимся мы ли Ашрам. Я сказала, мы всех боимся. А больше всего мы боимся сами себя, чтобы не сделать ошибку такую, которую не должны делать. Самое главное – победить себя, преодолеть себя. Это олимпийский девиз, который работает везде. Вот эти девочки сегодня себя преодолели. Семь золотых из девяти. Семь комплектов наград Россия увезёт с этих соревнований. Ничего не изменилось. Традиции чемпионата Европы нерушимы. 20 лет никто не обыгрывал нашу страну. Ася Емельянова и Виктор Казаков. Вести недели. Испания. Гвадалахара.